Воскресинск встретил гостей хорошей погодой, насыщенной программой и гостеприимством. На центральной площади городского парка их приветствовали первый заместитель главы администрации округа Владислав Сатинаев и директор культурного центра усадьбы Кривякина Ольга Бойченко. Все для вас сделано, поэтому всегда рада вас здесь видеть. Очень приятно, когда к нам едут люди из соседних городов, потому что, ну да, Подмосковье всего. И, конечно, потом, когда вы уходите, нам приятно видеть ваши счастливые глаза, потому что, на самом деле, ради счастливых ваших глаз это здесь все и сделано. Спасибо вам, спасибо, что с нами. Это важно для людей, кто в них участвует, то есть они все-таки, мы понимаем, люди пенсионного возраста, ограниченных передвижениях, возможностях материальных посещать какие-то другие уголки Подмосковья или страны. И вот эта программа «Активное долголетие» прекрасно это компенсирует, дает возможность бесплатно посетить лучшие места Подмосковья. Ну а для Воскресенска, безусловно, мы очень рады, что наш парк занимает одно из первых мест по посещаемости еженедельно. И, я говорю, слухи об этой красоте распространяются с огромной скоростью все дальше и дальше от Воскресенска. И мы ждем гостей каждую неделю. В связи с пандемией экскурсионные группы были в количестве 15 человек, а не 30, как было раньше. В каждом уголке исторической жемчужины гостей ждали открытия. К примеру, этот аудиогид. Можно просто подойти к столбу, гулять с внуками, если вот тут местный житель, да, и просто прогуливаясь без меня и без моего бэк-вокала, покачать тут ножкой, послушать Николая Николаевича. Таких вещей в Подмосковье больше нет нигде. Самое щелканье, которым Соловей приобрел наше особенное расположение, так звучно и богато тонами, что успешно соперничает с голосами всех птиц. Экскурсовод Ирина Рябцева то и интриговала гостей подробностями жизни владельца усадьбы писателя Ивана Ложечникова и членов его семьи, то увлекала мир фауны, практически прочитав лекцию парнитологии. Это наши птицы, более 30 видов краснокнижных птиц, я думаю, что воскресеньцы об этом уже знают. Это малоархитектурные формы, это жители данного места, и Ложечникова, и Ливина, это много других историй, связанных с древней историей парка, места с восточнославянскими племенами. В общем-то, это большой пласт информации, который сегодня надо успеть поднять. Подальчане буквально засыпали экскурсовода вопросами, не отпускали ни на минуты. Детская зона, каскад прудов, семилучник и рядом расположена птичья спальня. Надежда Степанова даже успела загадать желание. Красивая птичка. Красивые пруды, сама атмосфера очень впечатляет. Очень приятно находиться, свежий воздух. И поэтому первые впечатления о воскресенске просто сказочные. Я коренная подальчанка, коренной житель Московской области, впервые по программе «Поактивное долголетие» приехала в Акмам-Воскресенск. И очень довольна. Эмоций хороших, отлично. Воздуха свежего, красоты вашего парка. Ну вот, это главное. И когда приедем домой, я всегда после каждой экскурсии захожу в интернет и набираю, где мы были, и все-все тщательно изучаю. И это тоже дает многое. С сегодняшнего дня мы начали новый старт этому проекту, губернаторскому проекту «Активное долголетие». Сегодня мы встречаем две группы. Одна группа из Реутова, вот эта группа из Подольска. Надеемся, что гостям нашего города понравится обновленный парк и история, которая с этим парком связана. «Активное долголетие» – это проект, который работает по средам. И гости наши к нам приезжают по средам. В общем-то, мы очень надеемся, что и в следующую среду, и через среду, и в много других дней недели по средам мы будем встречать наших посетителей и гостей. С радостью, удовольствием и любовью. Программа «Активное долголетие» словно расширяет возможности людей старшего возраста взять хотя бы путешествия, поездка. Пенсионеры расширяют кругозор, наслаждаются природой и дышат свежим воздухом, что немаловажно для хорошего самочувствия. Гости познакомились не только с историей старинной усадьбы Кривякина, посетили также пешеходный мост и храм Иоанна Златоуста. Евгения Светлая, Руслан Полянин, Новости Искры ВЭКТ.